Короче говоря, арбуз. Освещение в подъезде было не очень. Да по сути я тоже не огонь парень. Так что жаловаться не стал. Вышел из подъезда. Посмотрел на небо. Там были тучи. Но я не удивился. Тучам там и место. Потом вспомнил, что из туч иногда падает дождь. А я не взял зонт. Ну вот и все. Теперь я промокну. Но возвращаться плохая примета. Пошел в сторону рынка. На встречу мне вшли два парня боковатой наружности. Это означало, что сейчас что-то будет. Я сжал кулек в руке. Начал прокручивать в голове план драки. Даже в моей голове я проигрываю в этой драке. Когда мы приблизились на расстояние метра, мы уже были в метре друг от друга. Слишком близко, подумал я. Пока я думал, парни прошли мимо. И тут я кое-что понял. Драки не будет. До рынка оставалось идти еще пару минут. Я почувствовал неистовое желание присесть. Увидел лавочку. Присел. Я сидел и немножко задумался. Проще говоря, я завтыкал. Я втыкал, а мимо пробегали собаки, люди, женщины. В общем все. После передышки я пошел дальше. На рынке я долго смотрел на арбузы. Может для кого-то 2 минуты это и недолго? Но у меня это рекорд. Продавец спросил, что мне нужно. Я решил немножко навести пафоса. Сказал, что я пришел сюда купить арбуз и поставить рекорд. А рекорд я уже поставил. Через какое-то время я шел домой. Я вообще часто хожу домой. Сегодня я шел с арбузом. Мне нравилось, что у меня произошел такой насыщенный день. Но что-то мне подсказывало, что это не конец. По дороге домой я никого не встретил. А за углом соседнего дома со мной ничего не произошло. Арбуз был тяжелым. Но не таким тяжелым, чтобы я не смог его нести. Зашел в квартиру. Достал арбуз, помыл, взял нож, приготовился резать. Отрезал первый кусок. Понял, что арбуз хороший. Отрезал еще, съел и еще, и еще. Наелся, но не сильно, в меру. Мне было вкусно. Я пошел полежать. На улице было жарко, а в доме нет. В доме кондиционер. Короче говоря, арбуз. Друзья, всем привет! Если понравилось видео, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Также поздравляем нашего Ваню, он же Шурик, с днем рождения. Желаем всех благ, большой любви и много счастья. Чувак, сильно не гуляй, тебе еще писать сценарий на субботу.